Всем привет! С вами Фронт! Это 10 экстремальных невозможных трюков за один час. Возможно, мы видели, как голосом люди разбивают стакан. Я хочу сделать это так же. На этот невозможный трюк у меня есть ровно один час. Время пошло. Про этот невозможный скилл ходит множество легенд. Например, что это невозможно или возможно, только если у тебя очень сильный голос оперного певца. Но я считаю, что возможно даже с моим голосом Майнкрафтера это сделать. Зачем мне нужна ручка? Чтобы я видел, когда стакан начинает вибрировать, я нахожусь на верном пути. Так он не поможет. Ручка стакан не разобьет. Теперь вы поняли, почему в лесу, да? Мы специально уехали подальше в каньон, в горы, чтобы меня никто не слышал, иначе я чувствую себя немножечко неловко. Но, если честно, я боюсь за землетрясение, из-за твоего голоса может сойти. Не то, чтобы бокал лопнуть. По-моему, она даже не двинулась, ручка. Если не сейчас, то никогда. Это очень громко. Это очень громко. Это очень сильно. Я прямо ждал с замеревшим сердцем, когда он... На ручке не вибрирует. Я видел, как люди лопают, у них ручка там прям вот так по всему стакану. Но звук аж искажается от него. Оператор решил попробовать свои вокальные данные, так? Да, у меня тем временем осталось 47 минут. А что, если вместе в него наорать? Давай. Задрожало. Вот сюда. Я говорю, вижу, задрожало. Ну, что, международно, у нас три стакана есть. Если вдруг ты отлоплишь, три есть. Страшно, да? Да. Задрожало ручку. Чай, ну, лопнет. Ну, короче, это возможно. Держи. 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 Вот только когда с переусером начинаешь на нее орать, она тогда начинает двигаться. Да, 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 да. Слушай, мне кажется, то, что только люди с сильным оперным голосом, это не миф. Это реально очень сложно. Это реально нужен сильный голос, который способен довольно долго выдавать такую ноту коричневую, чтобы стакан обосрался. Да, чувствую, голос подустает такую ноту выдавать. Потому что обычную, басовую, от басовой даже не вибрирует вообще никак. Ой, мне прям что-то заклинило в голосе. У меня прям как будто что-то схлопнулось там прям. Ой, неприятно было. У нас 35 минут осталось, кстати. Второй невозможный скилл, который мы сегодня будем изучать – вращение палки. Возможно, вы видели, как в фильмах джекичан монахи крутят палки так, что к ним невозможно подойти. И кажется, вот-вот они начнут отрываться от земли. Так вот сегодня мы будем учиться также эффектно забиваться на палки. И у меня на это есть, как обычно, один час. Время пошло. Я изучил стратегию, как это нужно делать. Берешь палку, руку сверху, нижняя передает, да, верхняя берет, прокручивает, передает в нижнюю, и нижняя прокручивает, передает в верхнюю. Самое главное – делать это вовремя, не за первую палку, попавшись, хвататься, а одну пропустить. Хватаешься через одну, получается. Нужна просто практика. Много практики. У меня есть примерно час практики, чтобы это дело... Руки так и хватает, все подверг. Нужно больше скорости. Больше скорости. Больше скорости и больше тренировок. Нужно отточить, чтобы ты прям во сне тебя разбудили палкой, ты ее схватил и как начал крутить. Все перепугались сразу. Думает, наверное, у него разряд попал к вращению. Так, надо не перепутать, какая рука снизу, какая сверху. Это важно. Ну, звуки кимонона накладывать, как они обычно в пипах. Я в детстве всегда думал, что они вот так вот крутят пальцами, типа. Ну, а что, если посередине? Как пианист. Прошло полчаса. У меня уже появилось хоть какое-то более-менее понимание. Пытаюсь нарабатывать скорость. Руки по-прежнему пытаются хватать не ту палку. И все сбивают. Надо быстрее! Максимум скорости! 45 минут. Я изучаю данный трюк. В начале обучения мне было, наоборот, легче верхней рукой работать. А теперь мне приятнее работать нижней рукой. Она сильнее делает. Некрасиво, когда она в сторону забивается. У меня есть в виду в конце, но было очень... Она уходит вот сюда, вот так уходит, и я уже, получается, каким-то этим уже начинаю. Ну, когда в конце, да. Ну, хочется же долго, чтобы такой крутой. Ну, сейчас ты долго и быстро крутил. Нет предела совершенства. У меня еще минуты, минуты три, наверное, есть. 5.54. Доточить навык до совершенства. Называйте меня господин вентилятор! Сейчас упал. Не так просто, оказалось. Теперь используем скилл двойного вращения. Это, кстати, третий невозможный скилл. Типа сломать черенок от лопат. Но я этим скиллом я владею, так что не засчитываем. следующий скилл научиться жонглировать тремя предметами считается довольно невозможным скиллом для обычного человека вроде как я погуглил это нужно я тебе скажу так что типа жонглировать кто умеет жонглеры ну жонглеры сколько из нас жонглеров ялт и жонглер я могу вот так пожонглировать двумя вот так вот предметами могу это я умею сейчас пошел на посмотри как правильное дело сказали что вот так вот это неправильно нужно крест-накрест мозг взрывается сложно думаю разберемся как как-нибудь как вести в дело 3 ты же пока не принял лежит у меня в руке как бы ну просто не мешает и ладно пока непонятно то есть туда-сюда туда-сюда ума не поймал ты понял нас а себе и теперь нужно за ты ведь вот это вот два движения нужно просто зациклить когда-то у тебя перемещается лимон за одной руки в другую четыре ты научился потому что четыре это взрослое жонглировало слушай 5-6 раз делаешь все я буду считать какой следующий Надо хватать, я не понимаю Да, я еще поймал все три в конце Это шикарно Сколько времени потребовалось? За 29 минут Ты научился жонглировать Кремя предметами Сделал десяточку, еще причем в конце поймал Приятное чувство, когда у тебя много раз получается Это очень круто Я умею, могу, умею, практикую Ты просто вдумайся, 29 минут Я не умею жонглировать вообще Все вообще крутого результата Это потрясающе Собрались, мы возвращаемся к нашему стакану Я готов, я собрался Вот это самый коричневый звук, аро Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Все, у меня походу голос ослаб, я уже даже пошевелиться ручку не могу заставить Фу, будешь пробовать? Я чувствую эту перепонку, клапан, который мне перекрывает этот максимальный брон Я не могу сказать, что я могу сказать, что я могу сказать Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Сила голоса! Реально, сила голоса. Просто поверить в себя, понимаешь? Эту сумку мне муж купил, кольцо с принятым не муж купил. Ахахахах. Раз-раз-раз-раз-раз! Золотая чаша золотою! Нормально раскачал, я не знаю как медведей отбиваться будет, спортный характер Надо раздышаться, надо долго, сам прикол, что долго это надо делать Эй, стой, попробуй Давай, пробуй Слушай, ну тут надо меняться, насколько так Говори, чё, чё, лопайся Ой, всё, не могу Хватит меня на сегодня 12 минут 30 секунд у нас осталось, 12.29 Продолжим завтра со свежим голосом Время ещё есть Я ещё не теряю надежд разбить его По моей улыбке вы видите, что настало время для очень серьёзного скилла Называется чистый выход силы Перед вами типичный представитель воркаут-нуба Потому что я турник последний раз видел, ну месяцев 8 назад Здесь с турниками очень сложно Поэтому мы сейчас находимся на детской площадке У нас сейчас на улице под 42 градуса прогноз передавали Мне страшно представить, какая температура у этой железяги Но я буду засекать час на то, чтобы научиться делать чистый выход силы Время пошло Один час, чтобы научиться делать чистый выход силы Аааа Что-то он низковат, да? Ну, во-первых, он низковат Во-вторых, он немного горячеват Я взял с собой водичку, чтобы её полить Возможно, плохая идея Она будет скользкой, но хотя бы, может, не такой горячей Чё, пойдёшь что-нибудь на турничках? Не знаю Давайте обычный пока Начнём с базового угла Давай, покажи, на чём ты Первый этап выхода силы Уметь подтягиваться Второй этап выхода силы Уметь подтягиваться высоко Это прям берёшь и максимально прям до попка Ну, у меня с этим не прям хорошо, но нормально Классический выход силы делается, правда Повиснуть тяжело Здесь будет тяжелее его сделать, потому что делает технично Почти как склёпка Но только выход силы То ли это не делал ни того, ни другого Грубо говоря, это делается Сейчас я вам какую кривую технику покажу, скорее всего Потому что я сам не знаю, что я сейчас ещё помню по турникам То есть ты делаешь небольшую раскачечку и типа раз туда вверх пошёл Сейчас попробую сделать Вот По сути, это по уличному выход силы Но чистый – это уже другая история Есть два варианта Есть вариант невозможный, где ты просто обычно берёшься А есть, грубо говоря, с подкрутом Так ты хотя бы немножечко облегчаешь себе задачу Ну и вообще желательно размять суставы и снять Да не, не надо Ну чё, чисто было? Засчитываем? Нормально? По-моему, достаточно чисто было Нужно прям максимально близко грудь подтащить перекладник Прям медленно-медленно спускаться Не могу даже спуститься нормально не могу За час это невозможно освоить, если ты этого не умеешь с базы, если ты не настолько Тут мышцы вам не помогут, чистые жилы нужны Второе подводящее упражнение – помощь резинки Помощь золотой Я даже с резинки не могу Ты хорош, давай двойную силу делай Надеюсь, она в меня не отлетит сейчас Слушай, надеюсь, она крепкая Я тоже на это надеюсь Вот, вот это да, тебе может помочь преодолеть Надо максимально близко подтащить Знаешь, какой здесь помогающий фактор? Ну это крайне зло Я вижу, как выходит пот на свет Ну я должен был попробовать Кто не мечтал сделать медленный выход сил? У меня дальше сил больше не становится, конечно Все, чего мы достигли за час тренировок Это у меня отваливаются кисти Отваливаются локти Ой, забились предплечья И болит самооценка Эго пострадало больше всего в этом челлендже Вывод очевиден Невозможно научиться медленному выходу за час Даже если ты умеешь делать обычные выходы И то они стали хуже получаться на усталости Эээ, три еле-еле Ну я все устал Я больше не могу Кого здесь арестовать за отсутствие лайков под этим роликом? Господа, вы тут шутки не шутите вообще Лайки ставьте, не стесняйтесь Сегодня у нас очень серьезный скилл Которым практически никто не обладает Потому что это очень сложно Нужно порвать наручники Путем лишь своей физической силы Достаточно сложный и травмоопасный трюк Как видите, у нас настоящие серьезные агрегаты Не какие-то махровые шопы Серьезные браслеты у нас И есть опасения, что они слишком серьезные Как я не люблю Они такие неприятные ощущения создают Потому что они прям... Так и должно быть По коже железо это очень неприятно Просто так эту штуку, естественно, не порвать Один час пошел В теории за час мы должны справиться Я знаю один способ, как можно сделать это Нужно вот эту вот пимпочку Одну, либо вот эту пимпочку Одну из вот этих пимпочек, которые вот вращаются Их нужно засунуть в звено цепи И как бы разорвать рычагом звено Я вот сейчас обнаружил проблемку небольшую Что у меня наручники с защитой от этого способа Потому что, видите, какие маленькие звенья Туда эта пимпочка чисто физически не лезет Поэтому нам придется выкручивать с каким-то другим способом Поймал, но мне уже настолько больно, что я даже воздействовать никак не могу Как больно Я вяжу этих наручников только один изъял У них очень большие вот эти вот пеньки Их получается вот так вот завести Но это как усилие приложить надо, чтобы сломать вот эти пенечки таким образом Я пока не понимаю И они срываются каждый раз Давайте предположим, что вы попались, когда было холодно Вы можете сказать доброму полицейскому, что вы замерзли Да, вы замерзли, да я тебе куртку надеть Сладала на улице Дело шло к вечеру Небольшой читерстве попробуем сделать Но в теории, как бы, ну, если у вас есть там какая-то хотя бы футболка Можно ее подтянуть, поддеть под эту штуку И хоть как-то попробовать Потому что я не могу, у меня руки уже просто все уже Плюс еще цепь эта не фиксируется вообще никоим образом Я не знаю, что с ней делать Провезла, как мне эти Застежкой прям по руке мне провезла Ну а что поделать? Я говорю, что это травмоопасно Смотри, я погнул звено Уже есть успехи Возможно, если еще попробую Прогресс будет лучше Или нет Сломал? Да, вот я поймал, я тебе показал, я заклинил их В этот шпенек вырвал Видишь? С детишкин пистолетом Я его прям, я его даже не сломал, я его просто вырвал из крепления Но наручники сложные Я вижу, я показал, что я прям ими упирался, я его тупо выдавил А второй покажи наручник А просто прям лишь из гнезда вырвал его То есть у них есть преимущество в маленькой цепи, но шпеньки менее надежны, чем на обычных И поэтому я воспользовался слабым местом этих наручников 29 минут мне на это ушло Хорош, 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 хорош Не, ну, конечно, удобнее стало, когда у тебя ничего нет Ты можешь вот так в плите, одна рука жопчешь, другая очки надевает Удобно, а так бы пришлось двумя руками это делать Верну отправить и скажу Ребят, у вас что-то некачественные наручники у вас Ну такое, неприятненько Лучше такие браслеты не носить Шпенек даже чуть-чуть слезал, видите, когда вырывал В общем, к следующему скиллу Невозможный трик-шот Короче, невозможный скилл Это забивать Середину поля Мысль в том, чтобы забить середину поля Что является очень сложным, потому что Посмотрите, вот это Трехочковая зона, а отсюда уже довольно сложно забить, получается Ну и все, что здесь, это уже там два очка Испот кольца, грубо говоря Так что это довольно сложный трюк будет Поэтому я засеку час Один час На изучение этого невозможного скилла не попался поднимет Грачилушка есть, что аж вытянул даже за забор. Судейской коллегией мы поняли. Судейской коллегией мы поняли, что я действительно попал. Из-за того, что без сетки непонятно, я уж испугался. Думаю, вдруг реально не попал, может там всем показалось. Во-первых, хорошо, что ты поставил 360. Без нее бы мы вам не доказали, что мы попали. Потому что это такое, ну вроде было, а вроде не было. Потому что даже судья, я, который наблюдал, знаете, вплотную, настолько все это быстро... Ну оно было, и вы видели в slow-mo, как это было. Ну он прям прям... Ничего себе. Согласись, далекий Данк и реально. Чисто прям... Даже не от щита, это прям чисто в корзину залетело. Следующий! Следующий. Скилл. Надо развивать. Добро пожаловать в завтрашний день. Голос восстановился. Да я боялся, что вообще голос потеряю на следующий день. Но нет, голос со мной. И у нас осталось 20 минут. Мы продолжаем. 20 минут оставшихся я запустил. Посмотрим, успеем ли мы справиться с этой сложной задачей. Мы в прошлый раз выяснили, что нужно сразу на полную дырку. Но главное поймать коричневую ноту стакана, которую я забыл опять, как ее выдавать. И как я посмотрел, кто лопал эти стаканы, довольно быстро происходит. Не нужно там 10 секунд удерживать эту ноту. Прям сразу... И все. Но это не точно. Ах ты хорош, вспомнил. Да. Напрашивается шутка, что как в Гарри Поттере надо водой пить. Да, можно под водой. И там у тебя прекрасный голос будет. Ну кажется, что вот-вот оно где-то рядом, но... Времени осталось 10.36. 10 минут осталось у меня, чтобы лопнуть. Ну начинает западать. Звучок болтается и по горлу шлепать начинает. Слушай, могу я пару минут попробовать? Ну давай, у нас осталось минут. Совсем немного. Может быть нам на... 5.54 у нас осталось минут. Короче, ребятки, на бусте выкладываем полную версию. Нарезаем в стакан на протяжении часа. Ссылочка на бусте в описании. Там есть ролики конечно поинтереснее, чем я сейчас предложил вам гениальную идею. Ребятушки, на бусте вышел наш уникальный трейл проект, где мы бежали из каньона Гюнюк в Кемер. Мы уже проходили этот маршрут, только это было за два дня под рюкзаками и ролик уже есть на канале. Возможно, вы уже его видели. Вот этот же маршрут мы решили просто взять и пробежать. А что из этого вышло, можете посмотреть на бусте. Слышишь звук, не знаешь где. Две минуты, да, я еще покричу? Две минуты осталось. Это был самый сильный подход из всех, самый. Таймер. Час прошел. Мы не смогли сделать это за час. Что мы ожидали? Я думаю, мы не имеем права не дать нам возможность еще час на этот челлендж. Ну, слушай, этот челлендж у нас на картинке. В итоге люди пришли на треснувшие стаканы такие, ой, а они не лопнули. Кликбейт что ли? Мы ж не такие. Я еще час засекаю. Еще часик. Ну как? Ну ты должен был лопнуть тут в такой ситуации. Такой силой. Не могу будешь, пойду за водичкой схожу. Если будешь орать? Давай. Не дай бог ты лопнешь, пока я золотой хожу. И вот посмотри, какие вибрации этого города. Нет, забирай. До этого, ладно? Да. Тα вибрации. Так и чтобы разница! Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Это реально! Он мне прям щёлкает Мне и страшно и неприятно от удара по зубу Ты посмотри, как он разлетелся Это самый сильный подход Заслужено, что он тут лохнул Он разлетелся Он просто разрывался За час 25 минут Вдвоём пробовали? Мне кажется, тут шампанка новая Посмотрите, на сколько Осколков он разлетел От него не просто кусочек отлетел Он реально взорвался Экстраординарные вещи требуют экстраординарных доказательств На всех вечеринках теперь буду бахать стакан По полтора часика чуть покричать Говорят, ребятки, ну готовьтесь, берушу там берите Следующий скилл, который я буду осваивать Это Взлом замков Не для того, чтобы вы подумали Чтобы там воровать велосипеды Или ещё что-то А бывает, знаете, ситуация Ты приходишь к машине, а какой-то дурачок Прицепил тебе какой-нибудь замок Колесу и там записочка Отправь денежки на такой-то номер Я скажу тебе код Но я не согласен на такой расклад Я буду учиться взламывать Ну и вообще, знаете, бывает ситуация Достаёшь замок, а код забыл И всё, надо как-то открывать И я сейчас попробую это сделать Оператор сейчас поставит код, который я не знаю Завяжет это И забудет его Выкинет, съезет А я буду пытаться открыть Так, ну что, для чистоты эксперимента Чтобы он нас не обманул Смотрите, я его отправил вон туда гулять Он не увидит Вот здесь штатив такой прекрасный, кстати Мы устанавливаем код Вот таким образом У нас нули Открываем Поворачиваем Давайте поставим Мой измудрённый код Какой-нибудь прям лютый А чтобы сформировать самый лютый код Нужно просто провернуть И оставить Вот давайте Пусть будет 29.85 Возвращаем обратно Проверяем Закрываем Самый искусный нарушитель Мы его Раз И перемешиваем Код Абсолютно перемешан Всё Вот он Будет ехать Будет стучать здесь Готово? На голос сел Не могу я больше такие звуки издавать Повышенные ноты пропали Так, это что такое? Куда отправлять деньги? Мне на карту По номеру Так, ну вот представьте Такой мотнёй я поеду до дома Это до сервиса Побьёт Во-первых, у меня диск Меня будет болтать Ну и вообще Стремно Завернётся Забьётся Так ехать нельзя С этим нужно что-то делать Нужно Нужно Перегрызть Не перегрызть Один Не подходит Два Не подходит Три Тоже не подходит Да кто там лазит? Неужели четыре? Четыре Тоже не подходит Пять Пять подходит, видите? Второе колечко заблокировалось Значит первая цифра пять Я с этой стороны называю первую То есть последняя цифра пять Дальше Таким же образом Проверяем шесть Должно не крутиться третье кольцо Вроде крутится Туговато, но крутится Значит Пробуем семь Вроде крутится Восемь Не крутится Значит Последние две цифры Восемьдесят пять Дальше Слушай, что-то туго? Как будто бы здесь девять Ну-ка, может и правда девять Ну и последним методом подбора Естественно Подбираем Тут вариантов Всего лишь десять Уоу! Ты понял, да? Двадцать девять восемьдесят пять Вообще безотказный способ Мне даже час на это не потребовалось Я освоил за сколько это? По пару минут Никаких денег Мошенник не увидит Ты правильно Все Вот это скилл Вот это Вот это полезно Вы когда-нибудь пробовали Задуть все свечи на торте? Фу Иногда это бывает не так уж просто А что если я вам скажу что средний статистический человек не сможет задуть свечку своим ударом. Профессиональный боксер может задуть аж даже три и даже больше. Но сегодня мы будем отстаивать скилл задувания свечек ударом. Три штуки, что уже является довольно профессиональным уровнем. А начнем, пожалуй, с одной. Надо попробовать, каково это вообще, даже одну задуть. И как обычно, у нас есть только один час. Время пошло. Че? Кто тут про боксер? Да, сложнее, чем кажется. Часики-то сниму. Свечку не снисти. Слушай, я думаю, сейчас будет элементарно. Я говорю, это сложнее. Вы думаете, щас, блядь, я такой боксер. Я там весь двор в страхе держу. Щас эту свечку. Уфига? Мимо. Понимаешь, да, насколько это тяжелый скилл? Это невероятно. Может боксерскую перчаточку наденем все-таки? Ты че, э? Вот завязывай, ты че, дай подальше, мне три на стене затушить. Ты че, дай берешься что-то? Одну. У меня уже тут спину потянул уже. Пустоту бить. Бой с тенью, бой со свечкой. Да, дерь, потухло уже практически. Ну, смотри, не свечка, целый костер. Давай я тебе попробую помочь. Представь то, что это красная кнопка подписаться. Затушил, подписался Ненавижу красные кнопочки Проблема в точности Главное правильно прицелиться Одна свечка, я сейчас ее с одного удара затушу Нет, не так уж просто Если ты не можешь затушить даже красную кнопочку То ты даже свечку не затушишь Подписывайтесь, друзья Надо их быстрее бить, пока они не разгорелись Хорош А ты хорош Там все равно коцент как раз был И вопрос стоял Докупить их заново Ну, видимо, ты решишь Здесь есть и суперклей Хорош, хорош, хорош Мне осталось 48 минут И я готов бы снова зажечь свечи Потому что те немножко пострадали Лучше пошли бы грушу выбивать на 999 Какие свечки, я, отмышлю Они же суставы болят А то, что я по воздуху пустыми кулаками бью Знаешь, что я думаю? Это надо издалека, чтобы они успели обосразить Давай, вот так Сидеть и первую потушила Немножечко В принципе, если сделать большой далекий удар Часто есть три свечи Можно будет расправиться с этим за один удар Уже первую стабильно Ооо, две Ооо, две Вот уже хороший результат Прогресс налицо Две свечки мы бахнули Безусловно 26 минут осталось Шаришь? Ну я по них прям аж пальцем ударил Я почувствовал свечку Чудом не упало Вы представляете? 8 минут осталось 8 И вот это вот 52 минуты происходит Не отходя от кассы Это просто Сухоуместный Нет Спарник, свечи Это лютый оказались Они, вишки, колтыхаются Текут Ну и, значит, по барабану Они прям Такое ощущение, что вот-вот потухнет Прям бизжу эти потоки А то и тухнет Товаль Час прошел Три свечки горят Я устал Может быть в следующий раз Но мне было тяжело Даже две Следующий Невозможный Скилл Которым мы хотим Сегодня овладеть За один Час, который уже пошел Он уже идет Это тройной прыжок На скакалке Все мы знаем, как прыгать Один раз Все мы знаем, что можно прыгать Два раза Но вот тройные прыжки На скакалке Это уже серьезно Это Я бы даже телефон убрал С его кармана Подержи, пожалуйста Динарные прыжки Все мы знаем, как они делаются Берешь вот так Ты прыгаешь Там по-всякому Ну да, конечно Двойные Это нужно делать То же самое Только по два раза А что насчет троин? Не успел Два или три было? Наверное, два Три было Но только один раз Я бы засчитал это Но хочется, чтобы было Хотя бы два тройных подряд А это сложно Я бы даже сказал Я не знаю, как это сделать Это лучшее предложение В мире тройных прыжков Наверное Наверное Но я не смог сделать Два подряд Но один есть Получается Скилл Скилл освоен Дальше нужно Одним продолжать работу Или забить И больше никогда не вспоминать Вот такая тема Следующий Футбольный Невозможный Скилл Как вы Возможно Видели Профессиональные Футболисты Которые Постигли Дзен Значеканивания Мячка Что мы знаем Самое важное В игре Футбол Они что делают? Они делают Удар Мячка Вот так вот Вокруг ногой И оп Это считает Про 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 Ну это считает Такой Про Про Обычный Салага Такое не сделают Понимаете? Поэтому Дайте мне телефон Нужно засечь Сейчас Как вы поняли Обычный Салага Такую штуку Не может Провернуть Даже Один раз Это будет Сложно Поэтому Я засекаю Чап На освоение Данного Трюка Я короче С футболом Вообще Навы Общаюсь Особенно С начеканиванием Мячка Это Какой он Жесткий Это невозможно Смотри Не знаю Я вижу Это так Что они Прям Спасибо Объяснил Показал Вообще Классный Тренер Респект Вот Пяточки Да куда ты попробуешь Я надел Бутсы Покрытие Очень жесткое Для них Здесь Конечно Но Это Новая Отговорка Если На случай У меня Не будет Получаться Еще Хуже Попробуй Вот Прям Да Сразу Ногой Поворот Что еще Это Было Что Ли Было Успел Покон Подставил Чеканит Не успел Давай Повтор Повтор Смотрим Смотрим Как бы попал Но Такой 50 на 50 Попал Но Мяч Ушел Не продолжил Чеканить Ну Все С чего Начинают Профессиональные Трюки Мы Зафиксировали Сам трюк С ударом Был С подставлением Ноги А ну Даже С ударом Криво Но С ударом Хорош 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 За 38 Минут Освоил Профессиональный Трюк Лук Получится Чище Ну Типа Подкинуть Его Считается Трюк Зафиксированным Когда ты Его Это Да Да Здесь даже Без трюка Настолько Было Что Можно Засчитывать Я Больше Не могу Сейчас На этих Жерез Дата Откинусь Я Пытался Сделать Чище Но По-моему Вот Это Можно Засчитать Как Скилл Надо Улучшать Но Базовый Уровень Скилла Я Засчитываю Напиши В комментариях Засчитываешь Ли ты Или Не Засчитываешь И Сколько Раз Делаешь Оборотов Ты Сейчас Помру 8 Из 10 Скиллов Я Сегодня Себе Приобрел Все Практически За час Успел Кроме Лопания Бокала Остальные Даже Может Быстрее Пишите Как Вам Мы Еще Возможно Вернемся Да И К Выходу Я Думаю Тоже Мы Должны Вернуться Нужно Подготовиться Научиться На 99% И Уже За час Освоить Этот Невыполнимый Скилл Ставь лайк Если понравился Этот Ролик Подписывайся На Станислава Операторовича Он Сегодня Тоже Участвовал Кричал На стакан Пиши Комментарии Как У тебя Со слухом После Я надеюсь Там Монтажер Откорректировал Чтобы Никто Не Оглох А Также Нажимай Колокольчик Включай Для всех Роликов Делись Роликом С Друзьями И До Скорых Встреч Удачи Тебя И Пока Пока